Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ваш юрист». Очень многие люди хоть раз в жизни становились жертвой мелких преступников. Вора, мошенника. И в большинстве случаев люди даже в полицию не обращаются, понимая, что таким делом никто заниматься не станет. И хотя в СМИ эксперты часто предупреждают доверчивых граждан быть бдительными, количество пострадавших только растет. И мы сегодня поговорим не о том, как не стать жертвой преступника, а о них самих, об их психологии и методах воздействия. И, возможно, эта информация поможет нам быть более внимательными в опасных ситуациях. Игорь Михайлович, здравствуйте! Добрый день! Тут же вспоминается знаменитый фильм «Легендарный. Место встречи изменить нельзя». Там был карманник Щипач в исполнении Александра Садальского. Кирпич его, по-моему, звали. Он ювелирно оставлял москвичей без денег. Но неужели в современном мире бывают еще такие преступники, встречаются? Конечно, там талантов много. У меня десятки историй, передачи не хватит. Это тоже работа. Понятно, что это силы тьмы, силы зла ее выполняют. Но это люди порой со способностями и даже талантами. На заре своей адвокатской деятельности мне приходилось постоянно защищать воришек, то есть по делам, кражам, грабителей, разбойников. Я с ними общался, они мне рассказывали о своем мастерстве. Предположим, подростки, как правило, подростки, карманные воришки, щипачи в общественном транспорте, автобусы, троллейбусы. Сейчас это можно сказать, они передислоцировались в общественные места. Не обязательно. Сейчас же автобусы маленькие, маршрутки. А сейчас есть еще в автобусах такие истории? Конечно, это целая ветка профессиональная, криминальная. Так они говорят, есть люди у них, и вот они работают якобы с таким подросток, они говорят, талант, предположим. Вот он заходит, у него экстрасенсорное осязание. И какие-то еще зоны открыты, он сам не понимает. Вот он чувствует запах денег и чувствует осязание. По осязаниям, руками, телом, вибрацией от человека, который при деньгах. Мы не знаем как. Вот мы сейчас, говорит, едем в автобусе, он подходит и ходит, передвигаясь. Подходит к бабушке, сидит старушка, он говорит, я чувствую, у нее много денег. А они тоже уже с навыками опытными говорят, да нет, у нее какая-то затрапезная бабулька, чего если у нее стоять время тратить, пошли на другой маршрут. Он говорит, нет, у нее денег много, я вот не пойду, доверьтесь. Вот стоял, стоял, вот ждал, бабулька встала, пошла к выходу, он ее вспорол, при твоей сумке и достал пачку денег, доллары. Ну, это по тем деньгам, видно, бабулька накопила все свое. А, господи, это не сейчас это было, это было давно. Все, они как бы оставили эту женщину ни с чем. Понятно, у нее может быть инфаркт. Я про другое. Они, есть действительно вундеркинды в этом деле. Их можно вычислять на самом деле. То есть, когда я после этих историй стал присматриваться, я много и часто вычислял вот таких вот мошенников. Здесь необходимо понимать, что он на работе. Когда в общественном месте или вот в автобусах, как раньше, человек заходит, пассажир, да, и он выбрал себе место, сел, встал, он стоит, думает о своем, смотрит в окно, а они на работе. То есть, вот этот карманник, он передвигается. Сосредоточен. Он сосредоточен. У него лицо меняется, оно какое-то отрешенное. Он постоял возле одного, постоял возле другого. Он постоянно перемещается. Человек, который через какое-то время эпизодически перемещается от одного к другому, это однозначно карманник. То есть, обычный человек, он этого не делает. Так что, если ему выходить, ему надо поближе. Нет, ну, если к выходу, то да. Но они, как правило, и когда движение происходит транспорта, то есть, они неоправданно перемещаются. Ну, плюс, понятно, крысиная локация у них, он же не один работает. Какая? Ну, крысиная, они стаями же работают. То есть, есть группа, так скажем, прикрытия. Один карманник вытянул кошелек, да. Он, как правило, у себя не оставляет. Он передает своим коту. Девушке, как правило, она отходит от себя. Вот случай был у нас, помните, на Боляева давно все-таки схватил парень карманника и пострадал ему кто-то сзади, перерезал бритвой артерию шейную, ну, чтобы они скрылись, то есть, спасая своего, там, друга, преступника. Вот, товарищ сзади был. Вот, то есть, мы должны понимать, что они всегда работают, как бы, не один парой. Всегда не один, да? Ну, они, как правило, не одни, да, парой. Но на поверку, вот если присматриваешься к этим людям, они себя выдают. У него, как правило, у карманника зачастую, я тоже обращал внимание, мне говорили, он как бы имитирует, что у него сумочка какая-нибудь легкая, пакетик, да, что он обычный гражданин стоит, да, руки заняты. Но на самом деле в пакетике, там, какой-нибудь целлофан, там, бутафория, тряпки, ну, совершенно ненужные вещи. То есть, это имитаторы, да. Или, обратите внимание, в общественных местах иногда, и в те времена я видел, вот стоит парень, да, или молодой человек, как правило, и на расстоянии 10 сантиметров он держит вот так руку. Ну, просто стоит, он смотрит в окно возле тебя, вот так вот держит, вот так вот может. В зеркало там? Нет, он просто вот так держит, и складываются впечатления какие-то, ну, хаотичные у него движения, неадекватные. На самом деле он нарабатывает сенсорику, вот этого осязания. То есть, он привыкает рукой чувствовать вот вибрации вот эти. Ну, вот вы говорите раньше, раньше, а сейчас до вас доходит информация, такие случаи есть? Сейчас я просто перестал заниматься этой категорией дел, они мне не интересны. Но они были и есть всегда, потому что остались общественные места. Эти же какие-то мероприятия общественные, там постоянно кишат вот этими глистами, карманниками, это 100%. Они просто переместились с общественного транспорта, с троллейбусов, автобусов, трамваях, которых сейчас практически нет. Переместились, ну, другие. Сейчас очень много телефонного мошенничества. Телефонного мошенничества. И вот как здесь вычислить мошенников? Телефонное мошенничество, давайте так, это мошенничество, я бы сказал, по телефону. Когда звонят и представляют сотрудниками банка, это сейчас распространено, и просят сообщить номер счета, номер договора, и доверчивые граждане это делают. И мне регулярно тоже идут звонки. Совершенно недавно был, алло, Поляков Игорь Михайлович, здравствуйте, вам звонит представитель такого-то банка, здесь совершена, по вашему счету, сомнительная операция, просьба сообщить номер вашего договора, и тут, 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 подожди, не торопись, что ж у тебя такой хухлядский говор-то, что ж ты так все, вот тебе нужно все сообщить-то. Он даже не дослушал, обматерил меня, бросил трубку. То есть их можно вычислять по голосу, они по голосу всегда вычисляются. В начале года тоже звонил мне, алло, Хабаровское отделение такого-то банка, ну, где у меня карта, ставит вас в известность, что совершена сомнительная операция, мы ее блокировали, просьба, то-ду-ду-ду-ду, тара-торит, тара-торит, я его послушал, подожди секунду, как там тебя зовут, он там, я не помню, как Дмитрий, я говорю, Дмитрий, что ж ты так торопишься, ты пойми, давай я сейчас тебя, как бы, проинструктирую. В следующий раз темп сниз речи, а он всем видом показывал, что он, ну, в режиме робота, они же постоянно что-то звонят, вот эти кулцентры, операторы, но он слишком быстро говорил, то есть он не почувствовал, не улавливает, что не надо быстро говорить, то есть их можно по голосу вычислять, и разумеется, я никакие данные ему не сообщил, но, сейчас, кстати говоря, на сегодняшний день, с учетом цифровых технологий, сейчас же вели QR-код, потом популяционные вот эти идентификаторы, потом фейс-идентификаторы, и говорят, что будут со временем переходить на голосовой банк данных, и вот якобы, я этого не знаю, но я слышал, что на сегодняшний день мошенники уже тоже могут формировать банк данных, когда тебе звонят, вытягивают на разговор с незнакомым человеком, записывают твой голос, и возможно, какие-то манипуляции, я не знаю, насколько это правда, но вопрос времени, я к чему говорю, вот сейчас даже предостерегают и говорят, если вам позвонил незнакомый человек, ведет какой-то непонятный для вас или подозрительный разговор, вообще ничего не отвечать, просто отключаешься, ничего ему не высказываешь, ни о чем не говоришь, вот. Мы должны вот из чего исходить, чтобы не было вот таких ситуаций с счетами, с блокированием якобы ваших счетов, с сомнительными операциями, это мошенники в своей массе, которые уголовники сидят в колониях, они по телефонам вот это наигрывают, это у них работа такая. Вы исходите из того, что в моем понимании это люди не просто доверчивые, которые сообщают эти данные конфиденциальные, это какие-то элементы инфантильности. Зачем тебе что-то по телефону экстренно говорить? Ты что, в джонгле живешь или в тайге уссурийской? Ну, пожалуйста, положи трубку, сходи, особенно если это Сбербанк, там идти отделение через каждые 500 метров и уточни. Для чего сообщать вот эту информацию? Срочности никакой не произойдет, как бы вас мошенник не вытягивал, срочно-срочно сообщите данные. Срочности не будет, вы поймите. Вот я вот был недавно относительно в Европе, совершаю покупку карты, мне тут же звонок, там, скул-центра Москвы. Так и так, Поляков Игорь Михайлович по вашей карте проходит. Я даже не стал дослушивать, некогда было. Я говорю, мне некогда, положил трубку. Тут же совершаю операцию, пытаюсь, карта блокирована. Вы поймите, банк, он не будет с тобой вести... То есть, подождите, это звонили вам? Это реально звонили с банка. Я к чему, да конечно, правомерность. Они не будут вообще с вами, вот как вот эти мошенники, телефоны, рассказывать вам что-то, просить, ну, пожалуйста, ну, найдите ваш номер, ну, нужно срочно звезти. Им это не нужно. Они тебе и так заблокируют эту операцию, вообще карту заблокируют тебе. Потом иди и разбирайся. То есть, от тебя никто не требует, реально из сотрудников банка никогда, и по инструкциям не требуется вытягивать у тебя эту информацию. У тебя просто информировали. Разговор не так пошел, она вложит трубку, на этом все заканчивается, нажимает, условно говорит, кнопку, твоя карта заблокирована. Я слышала, что есть даже офисные мошенники. Вы с таким сталкивались? Конечно, конечно. В случае, когда я стал потерпевшим, так скажем, украли телефон, захожу в офис к себе, в коридоре уборщица моет, парень рядом стоит, молодой разговаривает с ней, я зашел в кабинет, там, что переоделся, пошел в туалет. Через минуту буквально возвращаешь, телефона нет. Начинаю понимать, кто мог украсть. Выбегаю, уборщица моет так же, говорю, где ваш знакомый? Какой знакомый? Ну вот, с вами разговариваю. Я не знаю, кто это. Что-то стоял парень, вы подходите, он начинает что-то говорить мне, я не понимаю, о чем он говорит, какую-то бессвязанную речь. Талант. То есть так надо было говорить, подкараулить, говорить неинтонированно, как мурлыча, что этот сотрудник не обратил внимания. Даже у вас создалось впечатление? Нет, я даже не обратил внимания, я думал, знакомая разговаривает. И она, вот если бы он просто стал с ней говорить, она могла поднять глаза, сказать, ты кто, зачем ты со мной говоришь? Как бы я бы, конечно, включился, что такое. А он как бы говорил, говорил, как бы набрасывала ей слова. И она и не отвлекает. И она работает, он говорит. Разумеется, я пытаюсь найти телефон, позвонить, уже заблокировано. Я никуда не обращался. Ну, то есть получается, они по-своему профессионалы. Конечно, профессионалы. Я его даже пытался тут же вспомнить его лицо мельком. Я не могу. У них, как правило, такой блуждающий взгляд. Они невзрачные все. Их очень сложно запоминать. Только в каким-то общим чертам. Опять-таки, процветает поддельную купюру. Я вот где-то... Принесли? Да, конечно, показать. Вот, предложим, 100-долларовую купюру. Они поддельные. Да, посмотри. Вот вторая. То есть, ну, разумеется, они отличаются. Да, вот на первый взгляд не отличаются, но... Ну да, на первый взгляд не отличаются. Бумага, да, отличается. Ну, обычная бумага, она не может быть. Во-вторых, они не пахнут. А как вы поняли, что они поддельные? Они поддельные по многим признакам. То есть, бумага не пахнут, запаха нет. Дальше, вот если присмотреться в водяной знак, там не Вашингтон, а какие-то геометрические фигуры. Ну, еще ряд признаков есть. А если попробовать их в банке обменять? Понятно, что там определяют. Нет, если ты попробуешь их в банке обменять, ты совершаешь преступление. Я и хочу спросить, что человек же может не знать... Если это подделка, тебе кассир не обязан его даже возвращать. Он ее оставляет у себя. И ты или уходишь, или начинаешь разбираться, тогда вызывают охрану, полиция. Ты тратишь свое время. Никто не говорит, что это ты подделал. Но, соответственно, ты будешь тратить время свое на то, чтобы доказать, что ты непричастен, ты не хотел сбыть поддельную купюру. А если просто уйду молча? Ну, если будешь молча, все, купюра там уходит. Она все равно выводится из оборота. Ну что, телефон у вас воровали. Большевые доллары у вас есть. Еще какие-то случаи в вашей жизни были? Были, кстати, тоже. Но если это можно сказать потерпевшим, вряд ли это потерпевшим. На светофоре, останавливаясь как-то, подходит парень. Дяденька, помогите, пожалуйста. Я студент, приехал поступать в ваш город, с Хабаровска. Обокрали всего. Мама, наверное, плачет уже, умерла от страха. Мне даже позвонить не на что. Дайте денег мне на железнодорожный билет, чтобы я уехал. Пожалуйста. И заплакал. Вот прям плачет стоит. А я красномашине, светофор, еще там есть возможность красный свет. Мало ли, действительно, с человеком всякое бывает. Дал я ему там денег. Не хочу сказать, что на билет железнодорожный, конечно же, нет. Я ему не дал несколько тысяч. Ну, дал какие-то суммы. Ну, он поблагодарил, ушел. Спасибо, там, храни вас, там, Господь. Проходит месяц на этом же месте. Опять подходит. Это чудо. И опять заплакал. Дяденька, я вот студент, я опять это. Я говорю... Он уехать не может. Мало дают. Да, он мало дают. Я сначала не понял. И в какой-то момент раз плачущий мужик. Вот он прям плачет, слезы льет, слезы, прям вот крокодили. Я понимаю в какой-то момент, ну, не может человек так плакать. Не та обстановка. Здесь нет никакой трагедии. Как бы тебе не было тяжело, мужчина, он прям заливается крокодильными слезами. Я говорю, Боа, так ты не уехал, что ли, до сих пор? И у меня такая злоба. Думаю, сейчас выйду. Надо, чтобы он реально заплакал. Нокаутируй, что ли. Ну, у них же локация такая, у преступных, как я уже сказал, помните, в передаче, такая крысиная. Он все понял. Тут же раз, слезы высохли, и секунды его уже нет. Да, все, растворился. Забежал за машину. Я к тому, что когда вот идет вот светофорные вот эти автомобильные дела, ты не отличишь. Где мошенник, когда реально инвалид? И вообще, я считаю, их не должно быть на дороге. Ну, это аварийная ситуация. А помните, лет 10, наверное, назад активно продвигали, ходили по квартирам, звонили пылесос Кирби. Вот это было мошенничество уже или маркетинг? Это не было мошенничество. Сейчас уже время как бы идет вперед. Я уже не слышу много лет про него. Наверное, уже все это на нет шло. Это не было мошенничество в прямом смысле слова, с точки зрения уголовного кодекса. Но элементы мошенничества были, но только как элементы. Это НЛП, нейролепторное программирование. То есть, они находят себе жертву, пробивают ее гипнозом речи. И вот этот словесный туман, человек в запале, и все, и он соглашается. Я вот как-то приходил, мне предлагали несколько раз, я их оценил, сказал, слушай, оцениваю, 5 баллов. Так профессионально прорабатываешь. Говорю, ну я брать не буду этот пылесос. Я сам такое, я сам знаю, что такое красиво говорить. У нас это называется в юриспруденции культурологии или риторика. А так вот все четко, так вот убедительно. Прихожу как-то, я библиофил, книжки люблю. Мне как-то, возьми, у людей книжки не нужны, у знакомых. Вот я прихожу к ним. Вот они сидят, два пенсионера. Вот квартира их, вот уже даже и обои слезли с стен. Денег нет, ничего нет. Книжечки какие-то там отдали, они не нужны были, там подписки. И стоит вот эта бандура по лесу Скирби. Я говорю, а это что? Ну он стоил тогда 5 тысяч долларов, ну это огромные деньги. В этот пылесос стоил там 2 тысячи рублей, обычный пылесос. А этот там 150-200 тысяч рублей. А это вам зачем? Ну вот купили, парень посоветовал, но мы рады. Он так и говорил, вы знаете, вот здесь такие сплавы уникальные, которые используются исключительно в российской, на ухо, авиационной и космической промышленности. Там детали, которым износ они долговечные, по 200-300 лет. Это вот они мне говорят, они такие радостные, радостные. И я понимаю, что ооо, не надо их переубеждать. Людям по 60-70 лет у них пылесос на 300 лет вперед. Какой пылесос? Вам жить не на что. Вы собрали все, сняли с чеков, с книжек и отдали. Но это вызывало порой злобу, когда вот таких родителей, это, по-моему, пожилые люди доверчивые, у них уже критическое мышление снижается с возрастом. Я вот знаю случаи, когда парень узнал, что так вот его маме втюхали такой пылесос. Так он пытался добиться, и когда вот упирался, менеджер упирался, он был наказан, просто сожгли машину. Я знаю случаи, когда избивали продавцов Кирби. Но сейчас это называется сетевой маркетинг, и этого полно. Я же сказал, что назвать это мошенничеством нельзя. Они никого, ни у кого деньги не отбирают, они никого не обманывают. Они рассказали тебе так красиво, что ты купил. Посоветуйте нам, пожалуйста, как предостеречься от мошенников? Особенно, если это связано с доверием, ну, не карманные когда-то, не знаю, вот воришки, а вот именно мошенники, здесь нужно доверять интуиции. Во всех случаях, в конечном итоге, ты понимаешь, что вот было какое-то вот шестое чувство, ну, ты понимал, что что-то не так, что-то не то. Но люди не доверяют этому шестому чувству. Здесь нужно время порой выждать, не нужно сообщать данные, не нужно что-то делать, не нужно что-то подписывать. Всегда выжди. Это вот как принцип летчиков-истребителей. Не знаешь, что делать, не делай ничего. Или как принцип блатного мира, вот мне тоже нравится, не уверен за весь. То есть что значит? Если тебе что-то предлагают, убеждают, и ты понимаешь, у тебя какие-то сомнения, ничего не делай, просто скажи, надо подумать. Завесь? Ну, завесь, то есть завесь ситуацию. Утро-вечера мудренее. Пройдет день, два, три, вот эта пелена какого-то обработки тебя, как объекта доверчивого, она растворится, как паровозный пар. И критическое мышление все равно начнет набирать, как локомотив обороты. Ты поймешь, что да, мне это не нужно. Не нужно было что-то говорить, не нужно было что-то подписывать, давать обещания, сжать руки. Но люди на это не идут. Вот, кстати, пример. Как-то пытались меня обмануть. Юрист, ну, алкоголик, я после с ним не стал общаться. Дегенерат, такое отвращение к нему было. У нас сложное дело было арбитражное. Он узнал, он как раз был начальник службы одной рыбопромысловой компании, крупной, и он на своем авторитете подходит к нам, говорит, слушайте, я могу этот вопрос решить с председателем Хабаровского суда. Нужно сейчас деньги, вон люди на Лексусе, они поедут в Хабаровск договариваются. Пять тысяч долларов с вас. Там какие-то, посмотрим, люди там нам кивают бородачи. Почему сейчас надо петь? Надо стоишь на взятку и проще. Вот дайте, и они вот уедут сейчас. Мы говорим, слушай, да это даже смешно. Мы тебя там знаем, их вообще не знаем. Никаких денег мы передавать не будем. Вот пример. Можно было срочно что-то передать, и потом и с него ничего не спросишь, и этих людей ты не знаешь. Не, но если бы вы адвокат еще на такое велись. И в юридической среде процветает мошенничество. Я знаю ситуацию, когда он не был адвокатом, он просто юрист. Но это тоже мошенничество происходит везде. Или вот распространенное для граждан, это вот ночные звонки с полиции якобы, когда, алло, вы такая там Зина Петровна, добрый день, вашего сына задержали за преступление, нужно срочно деньги, чтобы его выкупить. Сейчас подъедет человек, там сотрудники лояльны, нужно дать денежки. И вот матери ночью собирают 10, там 20. Но это они должны знать, что он сейчас не дома. Да, он сейчас не дома. Бывают ситуации, что он и дома спит, я знаю, а звонят, конечно, родители просто бросают трубки, ставят мошенники. А ситуация, когда они не знают. И вот они ищут деньги по знакомым, по этажу, соседей набирают, подъезжают. Ну, это смешно, да? Для меня это тоже какая-то дремучая, идиотизм дремучий. Ну, понятно, что если с твоего сына задержали, максимум, какой поступит звонок, официальный, информационный, никаких просит не будет. Позвонят с полицией, скажут, так и так задержан такой-то. Ночью могут позвонить? Нет, сотрудники полиции могут позвонить в любое время суток. Они звонят по телефону, ставят в известность, что так и так задержан такой-то. Все, можете обратиться в такое отделение полиции. Чтобы кто-то там кого-то отправлял с полиции, дайте денег. Ну, это смешно просто. Но люди, вот по России, это постоянно вспышками идет, вот такие звонки, и люди становятся потерпевшими. И еще какие-то рекомендации, советы зрителям будут? Нет, только в заключении сказать, доверяйте, как я уже говорил, интуиции, не торопитесь совершать каких-то непродуманных действий. Игорь Михайлович, спасибо, что даете нам полезную информацию. Заботитесь о нашей безопасности. Это была программа «Ваш юрист». Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!